Добрый день, с вами Геофактор. Барак Обама победил на выборах, а это значит, что фактически замороженные переговоры о системе ПРО в Европе могут быть продолжены. Это наша главная тема сегодня, также в выпуске. Перезагрузка 2. Что думают в Германии о будущем американо-российских отношений? Прагматичные евроскептики. Хочет ли британский бизнес выхода из ЕС? Берлинская стена. Как сделать из символа холодной войны предмет искусства? Свобода действий у Барака Обама сейчас гораздо больше, чем прежде. Ведь ему не стоит переживать за переизбрание. Возможности пойти на третий срок у американского президента нет. В Европе и Германии на Обама возлагают особые надежды. Это касается участия США в борьбе с экономическим кризисом и разрешении международных конфликтов. В том числе и спора между НАТО и Москвой по поводу развертывания элементов системы противоракетной обороны в Европе Европро. Подробности в материале Александра Прокопенко. Появившись на сцене в сопровождении жены Мишель и заметно подросших за четыре года дочерей, победитель президентских выборов излучал уверенность. Я возвращаюсь в Белый дом более решительным и более вдохновленным, чем когда-либо. Меня вдохновляют работа и будущее. Одна из проблем, решением которой Обаме предстоит заняться в будущем, затрагивает интересы США, Евросоюза и России. Речь о размещении системы противоракетной обороны в Европе. Разногласия по этому вопросу обращают отношения России и США уже не первый год. Но если на саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году наметилось некоторое сближение позиций, то уже накануне Чикагского саммита этого года, на который Владимир Путин не приехал, разногласия вновь обострились. В марте этого года Барак Обама пообещал Дмитрию Медведеву проявить гибкость в вопросе Европро. И попросил передать Владимиру Путину, что после выборов в США у него появится больше пространства для маневра. Перезагрузки в отношениях с Россией, которую в начале своего первого президентского срока объявил американский лидер, нужен новый импульс, говорят эксперты. На самом деле пришло время задуматься о перезагрузке-перезагрузке, то есть заново подойти к диалогу с Россией. Теперь мы знаем, кто в Москве за главного, кто сильная рука в стране. Поэтому сейчас удобный момент, чтобы предпринять еще одну попытку снять серьезную напряженность в вопросе о противоракетной обороне. Пока же развертывание элементов системы ПРО в Европе планируется провести в четыре этапа. Завершиться этот процесс должен в 2020 году. К этому времени все страны-участницы системы обороны должны быть полностью готовы к отражению любых ракетных ударов. Россия очень беспокоит и 2015 год. Переход от второй к третьей фазе, когда ожидается резкий рост возможностей ПРО. Радиолокационные станции и ракетоперехватчики планируются разместить сразу в нескольких странах. Испании, Франции, Голландии, Германии, Польше, Румынии и Турции. Россия воспринимает ПРО как вызов, своего рода угрозу обороноспособности страны. А правда на такое восприятие или нет, не имеет значения. В Москве считают именно так. Если мы не сумеем перевести эту дискуссию в более или менее рациональное русло, то в 2015 году отношения России с НАТО, США и Евросоюзом могут сильно осложниться. В этом не заинтересованы ни Германия, ни Евросоюз. Некоторые немецкие наблюдатели, как тот же профессор Шульца, считают, что с Кремлем нужно договариваться и что Запад может пойти навстречу России и предложить компромисс по решению проблемы ПРО. Вторая не менее распространенная точка зрения – необходимо убедить Москву поверить Евросоюзу и Америке, что система противоракетной обороны не направлена против России. Так или иначе, и Вашингтону, и Москве необходимы взаимные интересы доверия, которых сейчас, судя по всему, нет. На Западе не понимают, какая у России внешнеполитическая стратегия, стоит ли рассматривать ее как партнера или конкурента. Вопрос в том, как в долгосрочной перспективе представляет себя отношение с Западом и с Америкой Владимир Путин. Евросоюз для США – это естественный союзник. К Китаю американцы относятся серьезно и видят в нем будущую сверхдержаву. Что касается России, то у американцев сложилось впечатление, что правительство Путина не смотрит дальше своих непосредственных национальных интересов, а о международном устройстве мало задумывается. Поэтому Москва менее интересна для Вашингтона в качестве партнера. Однако президентские выборы в США завершились, и в любом случае в ближайшее время следует ожидать новых шагов в российско-американском диалоге, в том числе и относительно будущей системы ПРО в Европе. Выборы в США позади. Сейчас политиков в ЕС больше всего заботят внутриевропейские проблемы. Финансовый кризис в еврозоне показал, например, что жители Великобритании скептически относятся к европейской интеграции. Согласно опросам, сейчас почти половина британцев в случае проведения референдума готовы проголосовать за выход страны из Евросоюза. Особенно много евроскептиков среди правящих в Лондоне консерваторов. Что думают об этом представители британского бизнеса? Бывший заводской район в городке Тайсли под Бирмингемом. Раньше здесь выпускали локомотивы. Когда-то этот регион считался сердцем тяжелой промышленности Великобритании. Сегодня крупные предприятия исчезли. Их место занял малый и средний бизнес. Фирма Мофлэш, например, производит светотехнику и сигнальные устройства. Большая часть продукции идет на экспорт. Наш рынок сбыта – это не только Великобритания, но вообще вся Европа. Конечно, мы экспортируем нашу продукцию из-за ее пределы, но Европа – вот она, за порогом. Выйти на этот рынок для нас проще всего. И в конце концов, в Европе нас тоже считают важными партнерами. Руководство компании считает, что Великобритания обязательно должна остаться в составе ЕС. Ведь это гарантия свободной торговли. Но законы, принимаемые в Брюсселе, тут чаще всего встречают в штыки. Особенно закон об ограничении сверхурочной работы. В частности, из-за решения Брюсселя компания может занимать неквалифицированных рабочих не более 48 часов в неделю. Требованиями Евросоюза недовольны многие британские работодатели, в том числе в Оукленд Интернешнл. Офис логистической компании также находится недалеко от Бирмингема. Но и для фирмы Оукленд преимуществ членства в ЕС значительно больше, чем недостатков. Например, раньше было трудно найти складских рабочих. Сейчас эти места заняты трудовыми мигрантами из Польши. Компании хотелось бы, чтобы ЕС упростил условия для ведения бизнеса на общеевропейском рынке. Очень важно, чтобы мы, европейцы, конкурировали не друг с другом, а с остальным миром. Не стоит соперничать с Ирландией или, скажем, Италией. Вместо этого нужно позаботиться о том, чтобы Европа не потеряла еще большую долю на мировом рынке. Выход Великобритании из ЕС для многих британских фирм – это кошмарный сценарий. Для компаний в Бирмингеме, и не только для них, существующий общеевропейский рынок – это залог успешности бизнеса. 9 ноября – особая дата в новейшей немецкой истории. Именно в этот день, в 1989 году, пала Берлинская стена, которая почти 30 лет разделяла город и его жителей. Сейчас в немецкой столице от стены остались лишь небольшие фрагменты. Тем интереснее новый проект, цель которого – сохранить память о печальной странице немецкой истории. Бывший контрольно-пропускной пункт Чарли на границе между Западным и Восточным Берлином. Вот уже два десятилетия сюда стекаются толпы туристов. А с осени нынешнего года здесь появилась еще одна достопримечательность – круговая панорама Берлинской стены. Попадая сюда, посетители погружаются в атмосферу Берлина 80-х годов. В хмурый ноябрьский день. Они оказываются на улицах города, разделенного на две части. У меня до сих пор мурашки по коже. Такое трудно себе представить. Конечно, я видела все это по телевизору, но здесь я оказалась в гуще событий тех времен. Очень впечатляет. Уже само помещение хорошо вас создает исторический контекст. Три с половиной года понадобилось автору для создания этой панорамы. Мы в пяти метрах от Берлинской стены и смотрим с запада на восток. Видно, что по ту сторону стены люди живут совершенно обычной жизнью. Они не ощущают и не замечают того, что живут рядом с Берлинской стеной. Едегар Азизи показывает день из жизни рядовых берлинцев – жизни на фоне стены. Для Азизи воссоздание атмосферы тех времен было важнее документального соответствия. Панорама отражает не просто его взгляд, а взгляд очевидца, которому довелось пожить по обе стороны границы. Едегару Азизи 57 лет. Родился он в семье выходцев из Ирана в Вене, а вырос в ГДР. В 1978 году он переехал в западный Берлин, где жил неподалеку от стены. Ужас существования внутригерманской границы был для него обыденным. Едегар Азизи воссоздал свой мир тех времен из огромного количества сделанных им рисунков и фотографий. Передать атмосферу тех времен было очень непросто. Чтобы она ожила, понадобились атрибуты того времени, начиная с обшарпанных фасадов и заканчивая автоматами по продаже жвачки. Во всем должна была соблюдаться аутентичность. Для показа гигантской панорамы высотой 15 и длиной 60 метров был построен специальный павильон со смотровой площадкой. 20 полотен были соединены в огромных размерах картину. У Азизи, как у любого художника, свой подход. Он фотографирует только с одной определенной точки. Взгляд на мир с углом обзора 360 градусов. Пользуется у публики огромным успехом. Выйдя отсюда, люди будут говорить. Я стоял у Берлинской стены. Словно это было на самом деле. У тех, кому довелось пережить времена разделенного Берлина, панорама с новой силой будет старые воспоминания. А туристы могут воочию увидеть, какой она была. Жизнь в городе разделенном стеной. 8 ноября в Германии федеральная прокуратура предъявила обвинение Беата Цшепе, участницы группировки «Национал-социалистическое подполье». На счету тройки неонацистов из Цвикау 10 человеческих жизней. Как показывает практика, молодым людям, попавшим в сети немецких скинхедов, выпутаться из них крайне сложно. Йоханнес Кнафель – скорее исключение. Всего через несколько месяцев Йоханнес Кнафель станет пастором в баптистской общине. Готовясь к семинару по теологии, почти все свободное время он проводит в молитвах. Раньше молодой человек и предположить не мог, что будет изучать теологию, а жизнь его так изменится. Особенно это чувствуется, когда знаешь, что за этим стоит. Раньше от меня людям был только вред. Теперь же я рад, что несу им, как они говорят, добро. Долгое время его мир ограничивался миром правых радикалов. Ненависть, насилие, сборище неонацистов. Будучи подростком, Кнафель был отъявленным скинхедом. Своих родителей он стыдился. Мать, иначе как калекой не называл, а отца считал неудачником. В те времена Йоханнес Кнафель во всем равнялся на Марка С, лидера группировки. Вместе с ним Йоханнес и совершил преступление, за которое его посадили в тюрьму. В августе 1999-го Йоханнес и его приятель проникли в дом Петра Дойчмана. Хиппи, как называли его местные жители, не раз выступал против неонацистов. Последним это пришлось не по нраву. Когда он не захотел нам открывать, мы взломали дверь и ворвались в дом. Ситуация накалилась до предела. Мы начали его избивать. От нанесенных побоев Петр Дойчман позже скончался в больнице. Йоханнес Кнафель был приговорен к пяти годам заключения. Когда Кнафель уже отбывал наказание, психологи, подтвердившие, что заключенный страдает психическим расстройством, все еще сомневались в том, что он больше не представляет угрозы для общества. Отбывал срок бывший скинхед с теми, на кого он буквально охотился на воле. С мигрантами. Поначалу были драки. Закончилось же отбывание срока кардинальным изменением взглядов. С Дитером Кульксом, пастором, который работал в тюрьме, Йоханнес открыто говорит о своем прошлом. Священник был свидетелем того, как он решил порвать с неонацистской идеологией и все чаще стал бывать в церкви. Тюремный пастор верит в то, что Йоханнес действительно изменился. Хотя многие в этом и сомневаются. Для меня Йоханнес был тем, кто с самого начала не мог смириться с чувством вины. Его постоянно мучил вопрос, перед кем я виноват? Кто может простить мне эту вину? Это все вопросы религиозного характера. Историю своей жизни Йоханнес описал в книге. По словам самого автора, это был тяжелый, болезненный труд. Те, кто не верит в новую жизнь Йоханнеса, называют это самопиаром, оплаченным ценой чужой жизни. Я ни для кого не герой, но некоторые меня именно так и рассматривают. То, что многие вам не видят, далеко от примеров для подражания. Я хочу лишь дать понять тем, кто оказался в подобной ситуации, что выход из нее есть. Можно начать новую жизнь, и в этом плане я действительно могу послужить примером, даже если это кому-то не нравится. Падение и взлет. Йоханнес пережил и то, и другое. На то, что он сумел выйти из рядов неонацистов, скорее исключение. Большинству экстремистов этого сделать не удается. Сейчас Йоханнес Кнафель мечтает работать в службе социальной помощи, чтобы суметь вовремя оказать поддержку тем, кто отчаялся обрести надежду. Ну что ж, хорошо, что надежду обрел сам Йоханнес Кнафель, хотя однозначно отнестись к его истории мне лично весьма сложно. На этом у нас все. О развитии событий читайте на нашем сайте по адресу dv.de.ru Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok